МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежие новости, интересные статьи, новые рубрики и герои. Вот уже два десятилетия газета «Одинцовская неделя» рассказывает читателям о событиях, которые происходят в их любимом округе. А началось все 8 мая 2003 года, когда вышел в свет первый номер издания. С тех пор, конечно, многое изменилось. И за 20 лет газета несколько раз меняла и дизайн, был ребрендинг. Газета изначально выходила на офсетной бумаге, на белой. А сейчас мы выходим в классике, на газетной бумаге, на формат А3. Диктофон, фотоаппарат и неиссякаемый интерес. Именно с таким набором корреспондента выходит на работу Александр. Уже 15 лет своей жизни он посвятил любимой газете. Сейчас записываю звук просто на телефон. Уж телефон ты не потеряешь, он всегда с тобой. Скинул звук, прослушал его, перевел в текст. Но это еще не все. Нужно еще из этого текста, который к тебе пришел, нужно создать законченное произведение. Вот ты начинаешь фантазировать. Знакомство с интересными людьми и различными событиями. За 20 лет на страницах печатного издания неоднократно появлялись статьи об образовании, спорте, культуре и других сферах жизни округа. Новая информация буквально захватывает всех, кто участвует в процессе создания газеты. Ирина переступила порог редакции 15 лет назад и уже давно считает себя ее неотъемлемой частью. Этим интересна работа, что постоянно мы крутимся в какой-то новой информации, встречаемся с какими-то интересными, очень людьми. И каждый раз это все по-новому. И даже если мероприятия какие-то цикличные, например, вот они каждый год повторяются, все равно другие организаторы, все равно другие какие-то ньюсмейкеры появляются, участники, и все равно много нового. Большой слаженный коллектив день за днем трудится над печатным изданием, но помимо работы сотрудники успевают путешествовать по разным городам, чтобы освежить свой взгляд и набраться новых сил. Коллектив у нас очень замечательный такой, добрый, какой-то вот такой вот понимающий, у нас очень взаимопомощь как-то вот развита. Мы много путешествуем прямо коллективом, садимся в несколько машин и путешествуем по городам Золотого кольца. Среда в редакции – верстальный день. Когда все тексты отписаны, вычитаны редакторами и корректорами, к ним подобраны иллюстрации, начинается следующий этап. После верстки создается электронный файл будущей газеты, и тогда в работу вступает типография. Происходит долгожданная печать номера, над которым трудилась целая команда. В этот раз вышел уже 1015 выпуск. У нас есть своя аудитория, которая нас любит, которая нас ждет, которая звонит в редакцию, там, если что-то им нравится, не нравится, и поблагодарить, там, где-то поругать, может быть, иногда. Вот, это очень приятно. Ну, и мы тоже стараемся не сдавать позиции, держать свой уровень, вот, и стремиться, соответственно, к 30-летию, к 40-летию, к новым, к новым, к новым высотам. После того, как тираж отпечатан, его фасуют, и газета отправляется по всей территории муниципалитета. Для этого у водителей-экспедиторов есть свои маршрутные листы. Одинцовская неделя стала уже неотъемлемой частью округа, свидетелем всех изменений и преображений. На данный момент ее тираж составляет 100 тысяч экземпляров. Выходит газета, основная часть на 24 полосах. Также мы выпускаем приложение газете до 16 полос, от 4 до 16 полос, в зависимости от объема информации. Читают газету и старшее поколение, и подростки, которые хотят быть в курсе всех событий муниципалитета. В ее выпусках каждый может найти что-то интересное и полезное для себя. Одинцовская неделя – это, наверное, единственная газета, которая у меня постоянно на столе. И есть несколько причин тому. Во-первых, здесь есть вся собранная информация о том, что происходит в Одинцовском городском округе. Поскольку я здесь живу, и моя семья здесь живет, мне важно знать и быть в курсе всего, что происходит, какие социальные проводятся программы, какие мероприятия развлекательные проводятся. Мне очень сильно нравится, как она изменилась. У нее стало оформление более, так скажем, современное, может быть. И я человек, который увлекается спортом. Я очень часто играю в футбол, и мне очень интересна рубрика в Одинцовской газете по поводу спорта. Поэтому Одинцовская неделя я люблю и читаю. Свежий номер газеты «Одинцовская неделя» читатели получают каждую пятницу. За неделю в округе происходят немало важных и интересных событий, которые необходимо успеть осветить, а также рассказать о будущих мероприятиях. На сегодняшний день современный еженедельник о жизни округа знаком каждому читателю. Поздравляем коллектив редакции с 20-летием и желаем его сотрудникам успешного воплощения творческих идей и легкого пера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!